Евросоюз и Германия могут полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, однако такое решение обернется серьезными последствиями, пишет Financial Times. И на этом фоне... Ну, Америку не открыли, регулярно это мы слышим, и от кого только мы не слышали эти сообщения. Но на этом фоне Китай наращивает объемы закупок российской нефти, а Европа как раз сокращает. При этом на рейде в море стоят десятки танкеров, пункт назначения которых неизвестен, что происходит вообще с нефтяным рынком в нашей справке. Давайте вспомним. Рекордный объем российской нефти скопился на танкерах в море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подсчеты аналитической компании Vortex. По их данным, 62 миллиона баррелей сырья марки Urals ожидает своих покупателей. Число невостребованных танкеров достигло 15% от общего числа. Для сравнения, 62 миллиона баррелей — это годовой уровень потребления небольшой европейской страны, такой как Дания или Венгрия. Из-за санкций российским танкерам запрещено заходить во многие порты. Импорт российских нефтепродуктов запретили США. Евросоюз продолжает обсуждать шестой пакет санкций, куда, как предполагается, должно войти эмбарго на российскую нефть. Раньше в Европу направлялась почти половина всей нефти, которую продает Россия. По данным Международного энергетического агентства, в сутки европейские страны покупали больше 2 миллионов баррелей сырой нефти и еще больше миллиона баррелей нефтепродуктов. Аналитики Международного энергетического агентства составили рейтинг стран, которые сильнее всего зависят от российских поставок. На ноябре 2021 года лидером была Литва. 83% ее импорта нефти приходится на сырье из России. После Литвы в списке самых зависимых от российской нефти европейских стран находится Финляндия. На поставки из России приходится 80% импорта. Третье место в зависимости от российской нефти занимает Словакия. 74% доли импорта страны. Четвертое место у Польши – 58%. По данным Международного энергетического агентства, Венгрия получает 43% поставок нефти из России. В рейтинге зависимости от российских поставок Нидерланды занимают девятое место. Зато по объемам закупок страна на втором месте после КНР. Между тем, Китай нарастил импорт российской нефти. По данным Рейтер, в мае поставки превысили миллион баррелей в сутки, тогда как в первом квартале было только 750 тысяч. По данным аналитической компании «Вартекса», в мае 20 из 21 нефтяного танкера, загруженного в порте в находке, направились в Китай. И только одно судно доставило груз в Арабские Эмираты. Да, и в это самое время танкер, в общем-то, такой, знаете, с любопытным названием, Алексей, нефтяной танкер «Москва Спирит» из Арабских Эмиратов, да, просто символично как-то, возобновил поставку нефти в Европу, Арабские Эмираты, в условиях нежелания европейских импортеров закупать нефть российского производства, сообщает Бумберг. Это произошло впервые с мая 2020 года. То есть, вот она переориентация потоков. Китай наращивает, Индия наращивает, Российскую, Арабские Эмираты везут в Европу. Вспомним, что США распечатали свой стратегический запас нефти. Смотришь на котировки, они не снижаются, да. Владимир Левченко, обращаясь к нашему финансовому обозревателю, что происходит на рынке? Почему нет этого долгожданного для многих снижения цен? Видим наоборот, чуть ли не на максимум мы идем. Да, добрый день всем. Действительно, цена Бочкини нефтемарки Болян около 115 долларов сейчас. Но на рынках пока деньги есть. Мы видим, что переток денег из сегмента высоких технологий в сырьевой сегмент, деньги в акции нефтяных, энергетических компаний, ну и, собственно, на сам нефтяной рынок. И самое главное, что пока еще даже европейская промышленность, которая является, собственно говоря, главным пострадавшим от всей этой истории, они вообще никак не замечают возросших цен, причем не только на нефть и на природный газ. Ну и все это, конечно, такая классическая стокфляция. Почему-то никто, если говорить ОПЕК, не хочет наращивать добычу нефти. Если говорить про Соединенные Штаты, то тоже, скорее всего, именно не хотят наращивать добычу, потому что все это происходит на фоне падения дальнейшего реальных объемов потребления нефти. Напомню, что сейчас объемы находятся заметно ниже тех уровней, которые мир потреблял в 2018 и в 2019 годах. То есть это все выглядит как какая-то такая спланированная операция. Володя, а вот информация про налог на добычу полезных ископаемых. Кстати говоря, я сейчас попрошу, чтобы мы послушали слова Алексея Сазонова, заместителя министра финансов, по поводу перерасчета формулы НДПИ. Никакие изменения в формулу расчета НДПИ не рассматриваем. Считаем, что сейчас не нужно совершать никакие резкие движения. Лучше сохранять определенную стабильность, чтобы сохранять правила игры. Владимир, а с твоей точки зрения правильное решение не пересматривать? Или все-таки надо это сделать? Ну, хоть какая-то где-то стабильность должна быть, да? Потому что мы видим, что творит Центральный банк с нашим финансовым рынком. Называется стабильностью, устраивая рекордную волатильность. Поэтому здесь, скорее всего, да. То есть, наверное, дополнительные какие-то резкие шаги уж точно не добавят устойчивости нашей экономики. Вот с точки зрения налогов я бы вот куда еще хотел направить внимание зрителей. Потому что говорили про эмбарго. Понятно, что прямо сейчас эмбарго ввести невозможно. Но вот американцы нашли очень интересный с их, естественно, позиции на выход. Это обложить для начала российскую нефть дополнительными пошлинами. Ну и совершенно очевидно, что в нынешней ситуации нам нужно готовиться. И об этом почему-то не говорится. Нужно готовиться к тому, что весь российский экспорт, который будет идти, соответственно, из нашей страны, он весь будет обложен пошлинами, вне зависимости от того, куда он попадает. А вот это уже серьезно. То есть, по сути, да, они хотят закрепить вот тот дисконт, который есть в ценах на российскую нефть. И более того, перенаправить еще этот дисконт и на российский газ, и на российские металлы, ну и далее везде. Ну, как альтернатива эмбарго. Ну вот, кстати, глава немецкого МИДа Аналена Бербук уверена, что в скором времени будут достигнуты договоренности по шестому пакету санкций. Напомню, что именно в шестом пакете санкций это нефтяное эмбарго и обсуждается. Наша сила в единстве. Это касается как нашей работы по вопросам украинских беженцев, так и мер Евросоюза против России. Вместе и при полной сплоченности всех 27 стран-членов мы приняли пять жестких санкционных пакетов. И я уверена, что в скором времени мы придем к договоренности касательно шестого пакета санкций. Хотел бы подключить к разговору Валерия Андрианова, доцента финансового университета при правительстве и эксперта аналитического центра Инфотек. Валерий, приветствую вас. Здравствуйте. Валерий, но у вас есть предположение, каким все-таки будет этот шестой энергопакет эмбарго, да, в какой форме оно будет выглядеть? Или как альтернатива вот эти пошлины? Да, да. То есть ведь об этом сейчас идет спор, потому что европейцы осознают ответственность, да, возможные последствия этого шага. Ну, я думаю, что окончательный параметр этого пакета пока что не знает никто, в том числе сами европейцы. Вполне понятны те споры, которые идут внутри Европы. В принципе, Европа сейчас действует не как самостоятельный субъект, а как субъект, действующий под диктовку Соединенных Штатов. Да, мы ценим Соединенных Штатов, как известно, это не борьба не с Россией, это борьба с самой Европой. Задача США это максимально экономически ослабить Европейский Союз для того, чтобы получить конкурентные преимущества в своей экономической борьбе, дать преимущество своим компаниям. И аналогичная борьба идет в самой Европе. Нетрудно посмотреть, что даже как демонстрировала лица, которого показывали в эфире, наибольшая зависимость от нефти именно в восточноевропейских странах, которые сегодня в столь ной мере пытаются сопротивляться как раз-то в гене-ембарго, прежде всего в лице Венгрии. И понятно, что западноевропейские страны, наоборот, стремятся продавить это эмбарго, в том числе для того, чтобы ослабить оппозиции восточноевропейских государств. И в связи с этим это затрудняет как раз принятие нового эмбарго европейских стран, они будут и далее сопротивляться вот такому продавливанию со стороны Западной Европы и Соединенных Штатов. Знаете, что самое интересное, что вот этот раздрай внутри Европы получается уже даже не между разными странами, а уже даже меняют свою позицию те, кто давали ход как раз этим запретительным мерам. Вот Урсула фон дер Лейн, глава Еврокомиссии, напомню, она выступила против немедленного запрета на российскую нефть, она заявила об этом в интервью NBC, а до этого как раз именно она и говорила о том, что нужно искать альтернативные источники энергии. Но она не отказывается от этого, послушаем. Если Брюссель немедленно введет эмбарго на российскую нефть, президент России, вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму. Это наполнит его военную казну. Ну вот то есть вот Урсула фон дер Лейн уже против того, чтобы отказываться. Да, но обратил внимание, у нее там были такие слова, Урсула говорила, мы должны полностью перекрыть возможность продажи, ведь речь об этом идет. То есть как вам такие жесткие формулировки полностью перекрыть и китайское, и индийское, какое угодно направление, Алексей? Ну возможно. То есть мы видим, как меняются фразы, меняются тональности, они находятся в резонансе с массой событий, и по большому счету это ведь борьба, ну сразу нескольких подходов экономического и политического, но это только одна история. Затем ценностного, построенного на климатической повестке, которая ощущается как риск, и ценностного, построенного на военной повестке, это вторая линия. Третья линия культурных стран, различные культурные коды стран европейских, которые в той или иной степени по-разному относятся и к США, к России, к военному конфликту. И этот узел становится слишком сложным, нет Александра Македонского, который его перерубит одним ударом, поэтому нам надо просто привыкнуть к тому, что фразы будут меняться, даже у одних и тех же лидеров. А позиции будут меняться, МИД, это политические структуры, в большей степени политическая риторика, экономические министерства будут говорить по-другому. Вот и в этом хаосе фраз мы, собственно, и будем жить. Да, ну а тогда мы спросим у специалиста, у Вячеслава Мищенко, члена экспертного совета Минэнерго. Вячеслав, ну а вот в принципе, еще раз, это политическое заявление или теоретически Европа в состоянии, как говорил Урсула фон дер Ляйм, полностью перекрыть возможность продажи нефти для России? Теоретически это возможно? Еще раз добрый день, коллеги, извините, связь прервалась. Во-первых, отвечая на ваш вопрос, это невозможно. Введение эмбарго, это возможно, это, собственно говоря, результат переговоров. И я думаю, что все-таки будет сделан выбор в пользу эмбарго с исключениями, в том числе и по отношению к Венгрии. Импортных кошлин вряд ли кто-то сейчас возьмется их вводить, потому что это слишком сложный механизм. Что касается перекрытия каналов, на европейском направлении традиционные официальные отгрузки могут быть прекращены, опять же, в течение какого-то определенного срока. Они называли 6 месяцев с момента голосования, с момента принятия этого пакета. Дальше нефть потечет другими путями. Я думаю, что на европейский рынок российская нефть в любом случае будет приходить. Это уже вопрос, собственно, комбинации логистики и других трейдерских уловов, так скажем. Мы наблюдали эти вещи неоднократно в истории, соответственно, я думаю, что без российской нефти Европа не будет существовать. Ну, просто официально будет заявлено, что мы больше не торгуем. Ну, вот я добавлю просто, что Financial Times как раз пишет о том, что да, Евросоюз и Германия могут полностью отказаться, но это будет сложно. Например, издание пишет, что отказаться от импорта российских нефтепродуктов, например, дизельного топлива, который используется в 75% автомобилей Европы, будет сложнее в силу недостатка мощности. Но, кстати говоря, да, в США планируют теперь открыть стратегические запасы по дизельному топливу. Вячеслав, все-таки, а если принимают это решение по эмбарго, по нефтяному эмбарго, вы сказали, может быть, разная форма, что будет с ценами? Есть у вас какие-то прогнозы, аналитика на нефть? Несомненно, они будут расти. Даже вот в начале сюжета вы показали то количество танкеров, которые ищут себе направление. На самом деле, это часть нефти, которая уже пристроена, то есть она уже продана. То, что их задерживают или не принимают, это только, в принципе, оказывает большее давление на цены. И, в общем-то, грузовладельцы и отправители выигрывают с точки зрения цены. То есть мы знаем, что в 2020 году, когда цены падали, нефть тоже никто не хотел продавать, и она хранилась в танкерах. Здесь, наоборот, цены растут. Я думаю, что это не катастрофа, и нефть найдет своего покупателя. Поэтому цены будут расти однозначно. Спасибо, Вячеслав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok